Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Прослойка номер следующая. Поле, Римское поле. Посту 9 ава посвящается. Мишна Масехетанит, 4 главе, говорит о пяти вещах, которые случились с нашими праотцами 9 ава. 9 ава было решено, что наши праотцы во временном Ушарабейну не зайдут. В Израиле был разрушен. Первый храм был разрушен. Второй храм был захвачен. Город Бейтар, последний оплот восстания Барковбы. И говорит Мишна Ваннихрешааир. Город был вспахан. Что за город? Почему он был вспахан? О чем идет речь? Раши пишет, приводит строчку. Сион, имеется ввиду Иерусалим, поле вспаханное будет. Пишет Раши, Шенихреша, Кула, весь город был вспахан и стал как поле вспаханное. И большинство комментаторов древних и поздних следует этому. И вот, скорее всего, картина, которая из этого комментария представляется, это вот что-то вот такое. Однако, есть такие комментаторы, которые говорят, что, ну, в принципе, камни, многие дорог и платформ иерусалимских до сих пор стоят на месте. Как можно было вспахать что-то на них. Имеется ввиду, наверное, они интерпретируют, что Нихрешааир город был разрушен. Талмуд Иерушалми, Иерусалимский Талмуд, Масахетани, тоже проливает свет немного на эту историю и объясняет, кто вспахал город. Хараш Руфус вспахал Руфус, чтобы его кости перевернулись. Этот человек, Руфус, упоминаенный в Иерусалимском Талмуде, очень известная личность, как в еврейской, так и в римской литературе. Квинтус Тинеус Руфус – это римский сенатор и губернатор иудеи в времена, предшествующие восстанию Барковбы. В еврейской литературе он называется Турнус Руфус Хараша. Турнус – это, конечно же, изменение его имени Тинеус, но эта кличка, скорее всего, согласно лингвистам, означает Тиранус Руфус. Тиран Руфус – деспот, гауляйтер, римский наместник в Израиле, который очень часто имеет дискуссии с Рабиакивой. Получается, что город был вспахан, согласно Иерусалимскому Талмуду, именно этим Руфусом, злодеем. И смотрите, какой свет на объяснение Мишны проливает история. Вот, пожалуйста, чтобы первый шаг в понимании того, о каком вспахивании говорит Мишна, надо знать немножечко легенду основания Рима. Этих легенд и мифов очень много, но одна из классических, что основатель Рима Ромулос использовал упряжку быков, запряг плуг в них, вот его плуг здесь, вот быки, и вспахал, точнее не вспахал, а провел межу на земле, на холме соответствующем, в виде квадрата, на котором в дальнейшем был основан город Рим. То есть, в данном случае, работа с плугом пахота определяет не для того, чтобы что-то посадить, не для того, чтобы что-то уничтожить, а чтобы провести границу на земле, показывающую, обозначающую какую-то территорию. С тех пор, в имитации этой римской легенды, когда основывались римские города и колонии, основатели брали упряжку быков и проходили плугом по периметру обозначаемой территории, таким образом посвящая эту территорию в новый римский город. И именно это запечатлила монета времен Адриана, скорее датируемая к 130-му или 132-му году этой эры, скорее всего, предшествующая восстанию Баркохбы. На этой стороне изображен Адриан, как вы видите, вот здесь написано Адриан. А на противоположной стороне изображена упряжка быков с интересной надписью. Вот нам сделали некий трафарет этой монеты под кальку. Обратите внимание, стоит человек по Иерусалимскому Талмуду, наверное, это и есть злодей Руфус. Упряжка быков. И надпись «Кол» – это колония, Элия, Капитолина, Кандита, что означает римская колония, называемая Элия Капитолина. Элиус – это фамилия Адриана. Капитолина – это в честь храма Юпитера капитолийского, который будет там планироваться поставить. Кандита установлена, обоснованно. То есть, эта монета показывает, что римляне из Иерусалима попытались сделать некую римскую колонию, римский город, стереть имя Иерусалима и еврейского присутствия с этой территории. И вы знаете, именно об этом Мишни и говорит, что город был вспахан, имеется в виду периметр города, периметр некой новой римской колонии Элия Капитолина, был вспахан именно 9 ава. Вот карта этой территории, римской колонии. Как вы видите, храмовая гора здесь, вот где-то вот здесь, вот стена плача, известная нам сейчас. Все попытки таких вот тиранов, руфусов, злодеев, или же их фюреров Адрианов, не увенчались успехом. И наш ответ, перефразируя известный советский плакат, не Чимберлену, конечно же, а Адриану, следующий. Вот это вот карта муниципальная современного Иерусалима. Как вы видите, территория довольно большая. А вот в середине здесь обозначена та самая римская колония Элия Капитолина. То есть та территория, которую когда-то римляне обозначили как свою колонию, чтобы стереть с лица земли этой имя Иерусалим. Как вы видите, вот он, Иерусалим. В кратное количество раз больше некой колонии, которая в итоге стерта с лица земли вместе со своим именем, которое известно только специалистам. А Иерусалим был, есть и будет еще больше, еще краше, еще сильнее. Вот это вот наш ответ Адриану по прошествию двух тысяч лет. Вот такую вещь говорит нам Мишна, и так вот это исторически в итоге оказалось. Дай Бог, чтобы еврейский народ и на другие выпады римских тиранов в Израиле, как разрушение храма и другие ужасы, которые они творили, тоже дал достойный ответ. Дай Бог, чтобы это Микдаш был построен в скором времени, в наши дни. С вами был Барух Юабов.